Короче говоря, этот видос должен выйти еще достаточно давно, но вы сами знаете, две недели назад я сломал ногу, были проблемы с этим, это, по-моему, 12 число было. Короче говоря, сейчас у меня все вполне себе нормально, я могу ходить без костылей, передвигаться, но не на супер длинное расстояние. Проблема сейчас главная в том, что спица пытается вырваться наружу через кожу, я вот не знаю, идти к врачу, не идти, просто боюсь, что опять положат в больницу. Я думаю, что нужно просто откусывать кусочек спицы, потому что колет, реально колет в кожу, чуваки. Если вдруг кто-то знает, как вы с этим боролись, вдруг вот что-то такое же было, пожалуйста, напишите, дайте знать, очень важно это знать. Кстати, не забывай про магазин Хелл Райт, вот, может тут промокод использовать мой, потому что благодаря твоему промокоду я вообще сейчас кушаю еду, потому что я на работу не хожу, у меня нога сломана. Всем спасибо, кто его использует, добра. Да, короче говоря, у нас скутерчек того самого моего самоката, на котором я и сломал свою ногу. Это офигенно крутой самокат, и вот ровно в этот день, когда я сломал свою ногу, я научился делать Брайфлет. Я, честно сказать, офигел, когда я сделал Брайфлет на стальном руле. Для меня это было большим шоком, потому что на карбоновом руле я не мог этого сделать. Я становился к тому, что, скорее всего, я просто на карбоне еще не привык делать Брайфлет, я бы, типа, учился только делать. А на стале я встал и как-то сделал, в общем, я не знаю, с чем это связано, честно. Еще одна из догадок заключается в том, что карбон, он более гибкий, просто на стале было проще прыгнуть, потому что энергия, она не уходила на раскачку в рулях первый раз назад. Но вы знаете, в спортивных автомобилях не просто так нету подвески, на то она там специально жесткая. Давайте с самого верха, здесь стоят самые крутые грипсы за все время, просто я в них влюбился с первого взгляда. Это этики, слимы второй версии, с интегрированными барендами, кто-то их не любит, вот, и мне лично наплевать, у меня все нормально, ничего нигде не вылетает. И что немаловажно для меня, они не крутятся на руле, они очень туго в него цепляют. Вот, вот этого, вот, нету в грипсах тилт. Меня это очень сильно бесило в грипсах тилт, но грипс и тилт, они более ухватистые, скажем так. Так что, даже не знаю. Тилты у меня слишком быстро стирались. Ром у меня стоит Триад Фэллон, офигенный австралийский бренд, давным-давно катался на титановом руле Триад, и он меня разочаровал. Остальной меня удивил, эта пушка просто. Весит как Тенасити, и, как показывает практика, он у ребят не так сильно мнется, как Тенасити. Многие просто спросили у меня, блин, Глеб, а что ты имел в виду в прошлом видосе, когда сказал, что Тенасити гнется? Мнется, я перепутал слова, появляются вмятины. На этом, вроде бы, не так. Я не уверен, но просто ребята говорят, что он круче, чем Тенасити. Я, к сожалению, на нем успел покататься только два раза. И сейчас я больше не могу на нем кататься. Руль удобный. Это я вот сразу же понял, вот, с первого раза, у меня он 54 на 68, весит килограмм. О нюансах. У этого руля есть косынки под ручками. С одной стороны, это хорошо, и они действительно увеличивают прочность этого руля, это действительно так. Но, с другой стороны, при приваривании этих косынок идет напряжение на стали, идет деформация, и, грубо говоря, все рули, они с апсвипом. У них почти у всех загнуты ручки вверх. Блин, он мне реально, ну, очень сильно нравится. Особенно в этом матовом лаке прозрачном, следами спорных швов, просто легенда. Тилд стейдж 1. Я его не хочу ни на что менять, мне он очень сильно нравится. Не обращайте внимания, не думайте, я его не сорвал. Тот самый SKS Tilt, который я покупал, реально, как сказать, покупал. Меня компания Tilt подарила в прошлом году. До сих пор живет, до сих пор не поцарапался почти, я его подкрашиваю так потихонечку. Рулевая тотем, и вы можете меня закидать камнями, но это, типа, ровно та же самая рулевая, что и Tilt. Я абсолютно честно это скажу, в моих представлениях, в моих реалиях это именно так. И я хочу рассказать про колеса. Колеса, тотем, октагон тоже. Честно сказать, я думал, что это будет что-то, типа, тычтимов и так далее. Но, как показала практика, опять же, это ни разу не тычтимо. Это реально полноценно новые колеса от бренда Totem, это, если что, от бренда магазина Ховрайт. Я не буду терять при нами душой, я скажу же прямо, мне эти колеса реально понравились, и они круче, чем рут. Я катался в свое время на ханикорах, пробовал ханикоры, вернее, у ханикоров стенка чуть-чуть потоньше. Поэтому они гнутся, мнутся и появляются трещины быстро. Здесь все нормально, даже учитывая то, что я учил брайплэт, у меня колеса, они идеально ровные. Подшипники, да, износились немножко, но лифта еще нету, это самое важное. Они не крошатся, как это делают многие колеса Техтим. Меня это сильно порадовало, мне эти колеса реально понравились, и я бы их стал рекомендовать. Да, кстати, у меня некоторые друзья по моей рекомендации их купили, и говорят все то же самое. Нашдак репендик. Срань, сранью, потому что это просто обычный какой-то пластик с сахарным песком на нем. Отвратительный нашдак, неудобный, нецепкий. Да даже фиг с ним, что он нецепкий. Это скейтерский нашдак, он должен быть таким нецепким. Ну и плюс вот эти белые края, они меня бесят. Эм, фу, блин, еще вот эти белые полосы, ну, вы помните видос смотрели. Вилка у меня Техтим Юрий, и приколы приколами, а это реально очень крутая вилка. Я на ней до сих пор катаюсь, уже прошел почти год. Она меня устраивает, она легкая, она даже не погнулась. Прошу заметить, она не погнулась. Тенасити в штоке я погнул, Тенасити я погнул в штоке, а ее нет. Я не знаю как. Я, честно, я не верю, что это вилка Техтим. Это будет звучать максимально продажно, но я, если честно, бы еще одну взял. Просто черного цвета, потому что это у меня крашеная, потому что она была серебристая. Она мне нравится. И это правда. Типа, учитывая сколько она стоит, я думаю, что если бы она стоила дороже, даже это, в принципе, тоже была бы ее оправданная цена. Ладно, короче говоря, давайте к доске. Это Тил Формула 7.0, и это моя любимая доска. Ах, я хочу признаться, я понял это сразу. Это лучшая доска для меня. Удобнее деки я еще не пробовал. Удобнее просто еще не существует. Я катался на линде, я пробовал, мне это неудобно. Нет. Она легкая, она большая, и она по прочности вполне себе нормальная. В плане, для меня она не сильно быстро бананится, хотя, насколько я понимаю, она вроде бы чуть-чуть банан. Хотя нет, не видно. Вот сейчас у меня вспышка на телефоне включена, поэтому хорошо разглядел. Нет, она еще не банан. Ну, короче говоря, она меня устраивает по всем фронтам. По цене, по прочности, по дизайну. Она очень лаконичная. По удобству, по весу. Я ее, по-моему, это уже сказал. Она очень круто скользит, благодаря тому, что она 7.0. Ну вот, вы помните доску метод? Опигенно крутая тоже доска, я про нее рассказывал, снимал обзор. Если бы изнасили... Если бы тилт метод поженилась на тилт формуле 7.0, какой бы у них был сынуля? Я бы хотел его опробовать, если честно. Это круто, и метод круто. Ну, типа, они одинаково крутые. Они... Не могу сказать, какая из них лучше, какая из них хуже. Просто, они две разные доски. И я хочу увидеть вот эту вот квинтэссенцию, грубо говоря, двух этих офигенно крутых досок. И покататься на этом чуде. Блин, я жду, если что-то. Сил, пожалуйста, давайте делать. Я хочу это опробовать. Короче говоря, такой вот у меня самокат. Стоит он миллион рублей. Весит он 4 килограмма. И это не мешает мне делать брайфлип на нем. Я бы попробовал, если честно, флэт сделать, но... Ой, блядь, у меня тут... Столешники. Я бы попробовал здесь сделать брайфлэт. Если вам интересно, чем я тут по размерам. Руль у меня 54 сантиметра. Высота он 68. Дека у меня 60 почти сантиметров. Ширину 7 дюймов. Ну, это вы знаете. А колесики 110. Короче говоря, на данный момент это самые удобные размеры самоката для меня. Я имею в виду, что для Тэшки 54 идеально. Если это ушко, для меня это минимум 56 должно быть. Вот как-то так. Вот такой у нас видосик получился. Мне очень приятно было снимать. Для вас видосик я уже скушился. Лайки, подписки. Кстати, не забывай про магазин Хелл Райт. Вот, можешь тут промокод использовать мой. Потому что благодаря твоему промокоду я вообще сейчас кушаю еду. Потому что я на работу не хожу. У меня нога сломана. Всем спасибо, кто его использует. Добра.